Возможно, расскажите о правильной молитве. Чем она характеризуется? Как достигается? Как, возможно, не рассеивается вниманием во время молитвы? Какова её цель? Ой, как же не по адресу вы задали вопрос. Вот чувство... Я-то думал, что я приехал сюда, а здесь одни прозорливые собрались уже. А я вижу, вы совсем не прозорливые, если мне задаёте такой вопрос. Я сам не знаю. Не знаю. Но читал следующее. Читал следующее. Вообще, учтите, что богословы, вот те, которые проходят там академию, становятся профессорами, очень часто это люди остаются всем мирскими. Слышите? По душе своей. Весь мешок страстей у них нетронутый. Знаете, как драгоценность некая, сокровище. Там все гады живут спокойненько. Но они кое-что читают. Поэтому надо их спрашивать, что они прочитали, вот по тому или иному вопросу. Если что-то здравое и разумное они прочитали, то тогда можно их послушать, что они прочитали. Ну, так вот, в данном случае я могу только поделиться тем, что я прочитал. И хочу вам сказать, что если кто-то хочет действительно знать, знать, серьёзно знать этот вопрос, очень бы советовал я читать, читать святителя Игнатия Бринчанинова. У него великолепные, есть просто буквальные, буквальные, это статьи в его трях о молитве. О молитве. Две целых части. Беседа старца с учеником о молитве Иисусовой. Просто прекрасные вещи, в которых излагается всё подробно, мне кажется, достаточно ясно и отчётливо. Каковы основные положения его, Игнатия Бринчанинова? Он, ссылаясь, кстати, что честь ему и достоинство, он не просто от себя пишет. Посмотрите, подстрочник. Непрерывные ссылки на святых отцов. То есть на тех, кто сам прошёл этот путь, кто находился в этой молитве, кто знал все опасности, препятствия, искушения с этим вопросом. Итак, что же главное, на что обращать внимание? Первое, о чём он говорит, тот, кто хочет немножко хотя бы научиться молиться. Во-первых, очень важно, чтобы в душе не осталось зла ни на какого человека. Надо простить всем в душе своей. Подчас, вы знаете, нас обидели, очень здорово обидели. Так? Это дело. Я в душе должен с ним примириться. Я знаю, что у него просить прощение бесполезно. Это вызовет даже ещё больше, может быть, ярости, оскорбления, ещё гнев даже, ещё больше. Понимая это, я должен в душе примириться с ним. Вы слышите? До тех пор, пока у меня неприязнь, всё, о молитве речь не может идти. Чепуха эта будет. Единственное, о чём я могу – Господи, помоги мне примириться. Вот может быть об этом, только может быть молитва. Слышите? Это очень важное дело. Не принимается молитва человека, который находится во вражде с кем-то. Внутри, слышите? Внутри себя примириться надо. Внутри. Кстати, в Арсенуфе Великий советует даже так, даёт такой совет. В Арсенуфе Великий. Это действительно Великий. Когда тебя мучают мысли, гнева на своего брата, и ты не можешь от них освободиться. Кстати, это терзает и нервы, и тело, и душу, всё на свете, и спать не даёт. Да, наверное, вы знаете это, все мы знаем. то он даёт такой совет. Обратите внимание, стоит запомнить. Скажи, скажи, это не знаешь, что один раз скажи, а говори. Скажи в душе твоей, брат мой, лучше и святее меня, а меня прости, Господи. Скажи, душа противится, ещё раз скажи, брат мой, лучше и святее меня, а меня прости, Господи. Он утверждает, и те люди, которые последовали этому совету, прямо подтвердили. Это краткие слова удивительно успокаивают душу. Удивительно! Это, знаете, как какой-то просто исцеляющий бальзам. Брат мой, лучше и святее меня, прости меня, Господи. Это первое условие. Первое условие, без соблюдения которого молитва не может быть успешной. Второе, что он подчёркивает святитель Игнатия Вринчинина, молитвой называется только то, что совершается с вниманием. Молитва без внимания, говорит он, то есть чтение слов молитвы, без внимания. Это есть оскорбление Бога. Слышите, он даже как говорит. Причём он говорит о чём? Не о том, что мы, произнося молитвы, часто отвлекаемся. Это слабость нашего ума. Так? Но мы себя опять понуждаем к вниманию. А о том, говорит, когда человек привык без внимания читать, вычитывать молитвы. это есть, говорит он, оскорбление Бога, а не молитва. В связи с этим замечает очень важное, на что следует обратить внимание. Сколько мы молимся и перед всякими иконами, и мощами, и на молебнах, и не знаю только на чём, молимся о своих бедах, скорбях, несчастьях, и страданиях, и ничего не получаем. И ничего. Почему? Первое – молимся, не примирившись внутри себя. Второе – мы не столько молимся, сколько заказываем, подаём поминания на проскомедию, на молебен. А сами в это время не знаю, где находимся, в Австралии с кенгуру или в Америке с чёрненькими. И ничего не получаем. Там, где нет внимания, нет молитвы. Это вот второе его положение, очень важное. молитва. Затем он говорит о том, что молитва здесь он обращается к молитве Иисусовой, должна читаться или произноситься не спешно и с благоговением. Не спешно, а с благоговением и покаянием. Он эти вот три условия он особенно подчёркивает внимание, благоговение и сокрушение сердца. Нам есть, в чём каждому каяться. И поэтому не нужно забывать время молитвы об этом. И ещё одно его замечание, очень интересное, которое он берёт у Исаака Сирина. Исаак Сирин приводит такой странный, я вам скажу, и просто пример необычный. Знаете, восточные люди, так, они же любят это, знаете, приточный характер, этот образный. Вот и здесь Исаак Сирин пишет. Представьте себе, что сделает царь с тем нищим, который добивался у него, долго добивается, добивается приёма, так, и когда, наконец, царь его принимает, он просит у царя гноя. Какой гнев поражает тогда этого нищего! Это притча. А изъяснение? А изъяснение знаете какое? мы меньше всего молимся об избавлении от страстей и прощении грехов. Мы молимся о чём? Хотите узнать о чём? Возьмите диктофончик и подойдите к очереди, ну, к кому-то, ну, к Матроне, которая стоит там, и поспрашивайте, вы о чём молитесь? О чём? О чём? О чём? О чём? И запишите всё, запишите. И вот тысячу ответов. Я не знаю, дай Бог, если вы найдёте хотя бы один ответ, один, который бы звучал так. Я молюсь, чтобы Господь помог мне избавиться от зависти. Наверное, нет. Наверное, ни одного не будет. Все ответы будут о чём? Вы о чём молитесь? У меня печёнка болит, а у меня селезёнка нездорова, а у меня дочкой надо устроиться, а у меня сыночек тот, а у меня муж, а у меня брат, а у меня то. Материализм, сплошной материализм, то есть то, что сгниёт, то, что является гноем. Эта молитва о чём свидетельствует? «Я не верю тебе, Господи, что ты любовь! Не верю! Поэтому я тебя молю, ну, хоть мне мою печёнку поджаренную хоть исцели, а то ты не узнаешь даже, что делать мне!» Исаак Сирин этот говорит, «Ничего не проси у Бога, если ты веришь Ему! Ничего не проси! Говорит только об одном! Господи, помилуй и спаси меня, ибо это есть корень! И там, где будет исцеление души, все блага, как следствие, последуют за этим! Когда же ты просишь гноя, то гнев только Божий поражает тебя! И поэтому вот носится по джитотворным иконам, по мощам, по святым местам, всюду подаёт записки, всё, а вот и ныне там! Так и остаются без плода! Почему? Потому что просят гноя у царя! Ох, какая притча! Ой, какая притча! Но она не по нутру! Нет по нутру, что-то совсем что-то не то! Совсем неинтересно! Как это такое? А как же быть-то? А как же быть? Отвечает Игнатий Бринчанинов, отвечает, как же быть, когда у нас скорбь, у кого что болит, тот о том же говорит и не может не говорить, правда? Как же быть? И научает! Очень важно! Очень важно, как быть здесь, чтобы нам не оказаться тем негодным нищим, который добился приёма у царя и запросил гноя. Как быть? Отвечает. Господи, Ты видишь, что я хочу! Да будет Твоя воля, а не моя! Я верю Тебе! Помилуй меня! Слышите? Кто смотрел фильм «Страсти Христовы»? Видели, какие жестокие? Ужас один! Страдание Христа! А теперь вспомните, как Он молился в Гефсиманском саду. «Впрочем, не моя, но Твоя да будет воля». Он, который знал, что Ему предстоит. Сравните наши скорби с теми страданиями, которые Он перенёс. «Не моя, но Твоя, но Твоя да будет воля». Мне кажется, что вот это разъяснение, это святое разъяснение, ой, как нужно помнить, если мы хотим, хотим действительно что-то получить от Бога. «Господи, не моя, но Твоя да будет воля». Я верю, что Ты – любовь, и Ты – премудрость. Ты видишь, что я хочу. Твоя да будет воля. Помилуй меня. Вот с чем должен прийти нищий к царю. Если мы хотим что-то получить, не хотим, ну, давайте будем продолжать и о селезёнках, и печёнках. Подавать записки и молиться. Продолжение следует...